Приветствую вас, товарищи! Преподавал опять и коснулись, как обычно, бендов и отрываемых ногтей, там какие-то вы ужасы мне на самом деле рассказываете, хотя по теме бендов и болезненных ощущений и всякого такого я записал целый отдельный ролик, я ссылку на него оставлю. И в целом рекомендую посмотреть мои видео, посвящённые исполнению бендов и вибрато. Сейчас дело немножечко в другом, даже речь немножечко о другом будет, чтобы вы могли просто понять и увидеть, как это происходит механически, я крупным планом покажу, как работает моя левая рука на бенде, например, на первой струне и объясню, почему она работает именно так и в чём, собственно, соль и почему у меня, например, не отрываются ногти. Для этого мы возьмём вот так вот прям крупнейший план и вот мы, например, делаем обычный совершенно бенд из ноты до в ноту ре. Что при этом происходит? Смотрите, очень часто вы совершаете такую, не то чтобы ошибку, но это какая-то привычка или действительно это ошибка, вы пальцы ставите достаточно под большим углом к плоскости грифа. Ну, грубо говоря, или один там какой-нибудь палец у вас, он ставится вот буквально, видите, как у меня средний палец сейчас, буквально под 90 градусов к накладке. Когда вы тянете таким образом, вот уберём, например, вот эти два пальца и когда вы тянете струну пальцем вот таким образом, вот просто попробуйте провести эксперимент, вот поставьте так палец и куда-нибудь хотя бы струну оттяните. У меня вот всё, это максимум, куда у меня даже на полтона она не потянулась. Почему? Ну, потому что мне приходится вот при таком расположении пальца, что мне приходится? Мне приходится тянуть струну за счёт силы трения. Вот я условно схватил её вот так и тащу, тащу, тащу. От того и гляди, она сорвётся. Да, у меня? Речь о бендах, речь вообще о другом. Не о том, чтобы тянуть струну за счёт того, что ты трением там её зацепил, прижимаешь к накладке. Очень много сил тратится на то, чтобы в этом случае, на то, чтобы прижать струну к накладке. Речь идёт о том, чтобы струну, внимание, толкать, не тянуть, а толкать. И смотрите, что делают мои пальцы. То есть, если у вас пальцы, грубо говоря, стоят вот под такими большими углами, вы пытаетесь тянуть струну, у вас ничего не получается, то я, когда делаю бенд, обратите внимание, что делают мои пальцы. Быстро такое движение будет. Что у меня получилось? Смотрите, я пальцами сделал вот так. И фактически я струну именно толкаю наверх. Видите, у меня очень-очень небольшие углы по отношению к накладке, я имею в виду вот эти фаланги, под очень небольшими углами по отношению к накладке грифа стоят. Вот так. И таким образом у меня фактически получается, знаете, какое движение? Просто, чтобы иллюстрацию вам показать, фактически у меня струна вот так вот лежит на подушечках пальцев, и я её просто вот так вот тяну. Разница, и вы можете просто взять, попробуйте вот так вот сделать, и вы поймёте, что струна на самом деле тянется очень легко. Там вообще усилий никаких, чтобы довести её до середины грифа, ну вот вообще ни о чём. Ну мало там силы-то нужно. И речь идёт только о том, чтобы, вот в отличие от этого, чтобы мы направили какую-то часть вот этого усилия, не ровно вот строго вот туда, а немножечко, чуть-чуть добавили вот этой составляющей в гриф, чтобы просто струна скользила по ладам. Всё. По большому счёту вот только вот это. И все вот эти бенды, они очень-очень легко тянутся. Почему? Ну потому что по факту-то я опять же струну толкаю. То же самое. То есть вы видите, да, вот это вот движение, когда у меня пальцы делают вот так. Это как раз делается для того, чтобы струну начать толкать. То же самое происходит на второй струне. Вид. То же самое на третьей. Когда же мы делаем бенд, например, вниз, то есть струну тянем вниз, у меня происходит ровно то же самое, только наоборот, ровно на 180 градусов противоположно. То есть я делаю вот так вот пальцами для того, чтобы струну фактически вот так вот зацепить. Сейчас я повернусь по-другому как-нибудь. Вот. Я её зацепил. И по факту вот так вот как крючком просто толкаю только вниз. То есть можно сказать, это вот так вот изобразить можно, да, то есть вот я струну зацепил, как-нибудь блин мне сделать это. О, вот так вот, наверное. И вот я её, вот так вот я её тяну. Или вот эту струну. Точно так же. Вот так я её тяну. Видно, да? Вот. Вот и вся разница. То есть когда я делаю бенд вниз, например, на четвёртой струне. Видели вот это движение сейчас у меня, когда у меня фаланги пальцев сделали вот так в определённый момент? Как раз таки для этого. Потому что если бы я делал это вот так. Я едва там дотянул до полтона, да? А вот так. Насколько угодно, да? И с вибрато, и с бендами, и с чем угодно можно играть вообще не напрягаясь. Вот в этом, собственно, основной... Это даже не секрет. Это, блин, же элементарная логическая конструкция, которая позволяет направить усилия в нужном направлении. Хорошо. Всё, собственно, и всё, что я хотел сказать. И занимайтесь музыкой, занимайтесь на гитарах, подписывайтесь там, тралли-вали, тары-пыры, и я дальше пошёл.